Меня очень долгое время привлекала идея нарисовать нескольких разных персонажей, но взял для этого один какой-то общий шаблон. Вы поймете, что я имею в виду, если смотрели мультик «Симпсоны». Основываясь на этой задумке, я решила выбрать несколько персонажей, которых мне было бы интересно нарисовать таким образом. Каждый последующий персонаж похож на предыдущего, но при этом они совершенно разные. И первый персонаж, которого я решила воплотить, это принцесса-жвачка из «Времени приключений». Я использовала реальные цвета персонажа, и самый узнаваемый его элемент – это корона. Следующий персонаж, которого я нарисовала, также является героем «Времени приключений». Это королева вампиров Марселин. Это единственный персонаж с такой формой ушек. Все цвета, которые я использовала, полностью соответствуют цветам реального персонажа. Я сделала ей высокий хвост, косую челку и позволила добавить себе более разлетающиеся волосы. Милая русалочка Ариэль. Этого персонажа я взяла из-за цвета волос и формы прически. Ее очень интересно рисовать. Мой вариант отличается от классического тем, что я добавила беретик и маленькую умилую рыбку. Я не рисовала никого из этих персонажей ни разу, кроме русалочки Ариэль. Поэтому это было невероятно интересно. Сейлор Мун. Ее, в отличие от всех других персонажей, я решила развернуть фаз и нарисовать именно так. Мне показалось, что это будет более здорово смотреться из-за симметрии ее прически. Конечно же, я не могла не нарисовать Дарью и ее подругу. От оригинального персонажа Дарьи я решила использовать очки и основные цвета. И попробовала на этот раз еще закрыть глаза. Несмотря на то, что я немного изменила форму прически Джейн, добавив ей челку, она все равно стала сузнаваемой. В этой серии у меня очень много персонажей из Времени Приключений. И это еще одна принцесса, Пламенная принцесса. Простите, но я не могла ее не нарисовать. Изначально я даже думала, что буду рисовать только принцесс из мультика Время Приключений. Но потом решила добавить и других персонажей. А это Лила из Фатурамы. Я ее очень-очень люблю и поэтому не могла упустить возможность не нарисовать ее. Но я даже не знаю, как ее лучше с двумя глазами или с одним. Пишите, что вы думаете. Конечно, с такими персонажами работать очень просто и интересно. Во-первых, потому что они имеют большое количество визуальных элементов, благодаря которым мы их узнаем. И второе, эти элементы очень продуманные и необычные по цвету или форме. Посмотрите на всех персонажей, которых я выбрала. Они не похожи ничем. Ни одежды, ни прическа, ни стилем. Если вы решите попробовать подобный рисовательный челлендж, то я советовала бы вам выбрать как можно более разных персонажей. Тогда вам будет рисовать очень интересно. Попробуйте максимально сократить количество деталей и больше уйти в стилизацию. Тогда вы сделаете все максимально быстро и ваши персонажики будут смотреться более интересно. И вам будет легче подчеркнуть какие-то отдельные детали. Мне очень понравилось переделывать персонажей, используя какие-то их основные особенности. И поэтому я решила, что сделаю вторую часть. Но я хочу привлечь к этому вас. Пишите в комментариях, каких персонажей мне обязательно нужно изобразить. Кто вам нравится. Но не забудьте о том, что они должны быть очень запоминающимися и необычными. Чтобы вырвав их из мира, в котором они обитают, они не потеряли себя и были по-прежнему узнаваемыми. А я выберу самых интересных и изображу их. Новые проекты и новые иллюстрации вы можете смотреть в моем инстаграме и в группе ВКонтакте. Всем невероятных приключений. Пока-пока!